Марии Ивановне Кривошеевой почти 75. К солидным годам суставы немного подводят, признается женщина. Без помощи врачей не обойтись. Из районной поликлиники ее направили в больницу Пирогова. Пенсионерке потребовалась операция по замене коленного сустава. С помощью уникальной технологии специалисты хирургического отделения успешно избавили пациентку от болей в ноге. Операция продолжительная, но эффективная. Это уже третья по счету помощь пациентам по тотальному эндопротезированию коленного сустава в больнице имени Пирогова. Николаю Михайловичу Афанасьеву только предстоит попасть на стол к хирургам. Перенес серьезную травму ноги. Говорит, что вполне готов, тем более на слуху положительные примеры лечения по высокой технологии. Я сейчас после одной операции, полгода пройдет, тогда через полгода начну делать вторую операцию. Уверен в врачах, знаю их профессионализм и как-то доверяю. Протез представляет собой тщательно отполированное металлическое приспособление. Оно как раз и заменяет поврежденный хрящ, чтобы восстановить ось конечности и функцию коленного сустава. Ранее такие операции проводились лишь в специализированных клиниках. Эндопротезирование коленного сустава является очень сложной операцией, потому что это не просто внедрить какой-то имплантат на три колена, это нужно четко вымерить все углы, четко выполнить все спилы. Результаты показывают, что делать их нужно и пациенты в общем-то довольны в послеоперационном периоде. Операции проводят в рамках обязательного медицинского страхования. Внедрение новой технологий в практику больницы Пирогова большой шаг в повышении качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области, а также пациентам из других регионов. Президент Владимир Путин в своем послании отметил значимый вклад в высокотехнологичные медпомощи в увеличение продолжительности жизни россиян. Владимир Маркин, Роман Апарин, Новости губернии.